Привет девчата, привет респект вашим парням, которые за вами ухаживают. Меня зовут Виталий и сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на ответ вопрос, который я задал в предыдущем видеоролике о том, имеет ли ваше саморазвитие цель. Вы легко на него ответили, я думаю, вы сказали, да, мое саморазвитие имеет цель. Я планирую в такой-то период времени достичь определенных развития своих навыков. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что понятие саморазвития очень часто впитывает в себя другие понятия, которые находятся как бы ниже его. Это понятие самосовершенствования. Итак, если вы считаете, что вы занимаетесь саморазвитием и строите какой-то план, какой-то график движения, какой-то цели, то это не то, о чем я с вами говорю. И это называется самосовершенствованием, развитием каких-то определенных навыков. Саморазвитие происходит в настоящий момент. Прямо сейчас происходит саморазвитие. Вот то, что вы делаете в настоящий момент, и в этот момент вы имеете результат, вы имеете продукт, измеряемый, скажем так, материально. Вот это называется саморазвитие. Но измерять продукт, измерять результат вашего саморазвития с помощью пространства и с помощью времени не надо. У меня имеется вот такой инструмент. Инструмент измерения. И этот инструмент измерения подходит для измерения продукта в пространстве и времени. Когда вы берете этот инструмент, девушки, женщины, вот этот инструмент, он вам необходим. Для что? Для чего? Этот инструмент вы используете для самооценки. Вот эти цифры для мужчины имеются сантиметры, метры, да? А для женщины эти цифры имеются оценка. Это оценка. Поэтому, когда вы в настоящий момент чем-то занимаетесь, фитнесом, вы пошли на тренировку, да? В результате этой тренировки вы берете вот этот инструмент и измеряете свою талию прекрасную. Вы измеряете свои прекрасные ножки, там, привлекательные. И у вас что происходит? Какую вы оценку получаете? Вы получаете эмоциональную оценку, внутреннюю эмоциональную оценку. Вы начинаете себе нравиться. Понимаете? Вот это результат вашего саморазвития. То есть вы сегодня днем пошли на фитнес, позанимались, побегали на дорожке, поподтягивались, как-то поджимались на тренажерах, позанимались со скакалкой, попрыгивали, использовали те или иные предметы для саморазвития. Но далее, вечером вы одеваете туфли, босоножки на высоком каблуке, чтобы ваша самооценка еще больше повысилась. Понимаете? Вы себя, благодаря этому фитнесу, вы можете находиться в таком прекрасном расположении высокой самооценки. Вы можете держаться на этих высоких каблучках прекрасных и идти, летать на них, танцевать, привлекать внимание мужчин и, соответственно, получать обратную оценку от окружающих людей. И эта оценка выражается в чем? В комплиментах. Мужчины вам делают комплименты. Они делают не завтра, не послезавтра делают комплименты, а прямо сейчас делают комплименты. Сегодня вы занимались фитнесом, вечером вы одели каблучки, одели платье, и вы получаете комплимент. Вот этот результат эмоциональный, оценка получается у вас. Вот это результат саморазвития. Поэтому, девчата, я вас сегодня ориентирую на то, что ваше саморазвитие, допустим, сегодня, к примеру, вы готовите днем какой-то ужин, да, готовите там салатики, еще что-то делаете, уделяете этому большое внимание. К вечеру собираются гости и оценивают ваше мастерство, правильно? Вот это саморазвитие. Саморазвитие. Вот это эмоциональный отклик от окружающих людей. Вы получаете внутреннюю самооценку своего саморазвития. Либо вы сегодня днем в метро, в машине, там, слушаете аудиокнигу или читаете книгу, да, для чего вечером вы пошли на какую-то встречу, и на этой встрече вы можете поддержать определенную дискуссию, определенный разговор. Соответственно, ваша самооценка прямо сейчас повышается и прямо сейчас получает эмоциональный отклик. Результат вашего саморазвития получаете вы. Саморазвитие никогда не откладывается на завтра. Никогда не говорится, я завтра начну саморазвитие, а сегодня я полежу на солнышке. То есть саморазвитие женщины невозможно измерить бисепсом, да, или икроножными мышцами размером, да. Нет. Саморазвитие женщины измеряется совершенно другими параметрами. Какие у нее прекрасные, привлекательные стали ножки, да, какие там аппетитные, скажем так, бедра там красивые, да. Женскую талию невозможно измерить с помощью линейки. Это нонсенс. Женскую талию мы измеряем с помощью восхищения, да, мы говорим, какая прекрасная, какая стройная девушка идет, правильно, образ весь эмоциональный. Ваша самооценка повышается. Итак, девчата, сегодня я попытался помочь вам правильно сформировать в себе понятие саморазвития, ответить на вопрос, имеет ли саморазвитие цель. И ориентирую вас на то, что саморазвитие всегда происходит в настоящий момент, вашим днем, как говорится, ночью, вечером. Если вы построили какой-то план, написали какой-то график, движение, это не саморазвитие. Это будет самосовершенствование, это будет какой-то уже менеджмент, это будет какое-то руководство, чем-то принятие решения и так далее. Это другая компетенция, и она в основном входит в сферу мужчин, конечно. Так, с вами был я, Виталий. Подписывайтесь, лайкайте. Надеюсь, я что-то полезное вам сегодня сообщил. Ждите моих новых видео. Всем пока, привет. Отличного вам настроения праздничного. Классные, классные летние деньки провести. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...